Давайте покажу, что купила сейчас в магазине, ходила за хлебом, у нас очень удобно, рядом с домом есть магазин, курочка ряба там продается, ну вот вся куриная продукция, ну много чего в общем. Взяла лоток яиц, раньше брала по 4, по 3 и как-то в последний раз пропал последний лоток, я решила лучше буду ходить, что через дорогу перейти, один лоточек свежий всегда покупаю. Это средние яйца, не помню как они называются, 490 тенге, мясо взяла филе куриное, потому что на грудки, ну на косточки на грудку не стала брать, потому что у меня косточки от грудки еще остались того месяца, это на супчики, поэтому не стала брать. Вот здесь у меня 4,5 килограмма, ой 4,5 килограмма, я извиняюсь, 2,5 килограмма, 2,200, здесь бедра куриные тоже 1 килограмм, вот это все у меня вышло на 8000 тенге там с копейками. Ну и вчера тоже маму Аришу забирала, у мамы она молоко передала, как всегда она покупает, вот такие актимы деткам всегда берет, мы уже две вот выпили, она всегда в пачках уберет. И печеньки, детки болеют, им слишком сладко нельзя, и вот такие простые печеньки, яблочки она взяла. Всем привет, мои хорошие девчонки, мальчишки, так, у нас уже близится время к обеду, а я только решила умыться, зубы почистить, вот бывает такое часто, что утром чем-то занят, и потом только на себя время, вот когда реально время остается, нужно привести себя немножко в порядок. У меня сегодня выходной, я могу себе позволить маску сделать, просто мне в рабочие дни вообще лень. Так, маску я не буду вот эту делать, у меня вот эта неохота тяжелая, я сделаю вот эту, у меня еще тут немножко осталось, это мне тоже моя подруга дарила, глиняная маска, вот именно вот эта маска норм, а остальные глиняные, которыми я пользуюсь, ну не то, фигня, вот это вообще не сушит, ничего, ничего, класс. Сейчас умоюсь и буду наносить. Так, зубная паста, зубная паста, вот такая, фикс прайс покупала давно, прям вот хорошая, между прочим, паста, экономная. Что? Я сейчас у тебя, Василий, ничего сказать не будет. Нет, ничего страшного. Разлила на себя, говорит, ничего страшного. Ничего страшного. И вот эту вот лопаточку, это чистить кожу, это вот наносить маски. Очень удобно. Вот она тоже подавила. Сейчас где-то на 15 минут поставлю, не больше. И будем этот собираться, выходить. Телефон как раз подзаряжу. Так, обещаю Вам сегодня кровь из носа, показать мотивацию на уборку, как мы придем, сразу мотивацию на уборку. И, может быть, если получится, приготовлю плов из вот этих бедрышек, которые я купила. Сделаем плов, только Вы надо мной, пожалуйста, не смейтесь. У меня никогда плов не получается, вот как настоящий, хороший плов. Хотя бы не просто как настоящий, да, просто чтобы он был рассыпчатым. Не получается. И вот Вика мне говорит, ну, да вообще многие вообще, девчата, я вот, жарят рис, немножко так его жарят, чтобы он стал рассыпчатым. Я вот, например, суп, видишь, вот эта вермишелька, вот эта паутинка маленькая, вот я ее могу жарить, чуть-чуть обжарить, и потом в супе она не разбухает. Значит, и рис так можно. Ну, я не буду пробовать это делать пока, в этом рецепте я вам покажу просто, как я без жарких, не со всяких там, это рис обычный, не длиннозерный, не пропаренный, обычный рис барракад, который белый такой вот, непрозрачный. Вот я с ним вам покажу рецепт, как у меня получается плов. Ладно. Так, все, 15 минут прошло, какая-то вот часть впиталась. Маска не сушит, хорошая маска, я ее держала 15 минут, вообще, очень хорошая длинная маска. Я, кажется, она ее в фикс-прессе покупала, но, в общем, если я такую увижу, буду брать, мне понравилось, потому что, которая в пакетиках, вот эти тканевые маски, они же дорогие, а эту купил и на много раз хватает, и кожа увлажненная такая. Сейчас я нанесу крем, и прям еще эффект будет лучше. Чудоченько. Теперь ты думаешь на лицо? Как? Крем? Крем, ну хорошо, на лицо. Кожу увлажняю. Массаж вот так делаю, чтобы разглаживалась кожа, а то очень быстро старенькая стану, если не буду массаж делать, крема наносить. Кому-то везет с кожей, а мне не повезло, у меня кожа тонкая, расположена к старению быстрому. Поэтому так, остатки на локти, потому что локти сохнут, а крем тоже увлажняет. Крем, девчонки, опять повторюсь, вот этот крем, фаберлик пока забросила. Видно, нет, вот, фаберлик пока забросила, пока не пользуюсь. Ну, там совсем немножко осталось, надо уже его добивать. Ну, это прям вообще хороший крем, мне нравится. Так, все, сейчас расчешемся, краситься не буду. Все, поедем, поедем в поликлинику, Ариша болеет. Да, я не лгала. Ну, все, сейчас лекарства вывезли, мы поедем. На печеньку. Кто впервые на моем канале, не пугайтесь, у нас бывает вот такой бардак. Чаще всего, когда все болеют, когда дети болеют, да, ты просто ничего не хочешь делать, у дочери грипп. Сейчас, как ты себя чувствуешь, Ариша? Хорошо. Вот она утром рыгала вчера, сейчас уже более-менее лекарства начали принимать. Сейчас будем убираться. Это вот вещи валяются, это мы с улицы просто с поликлиники пришли и просто бросили сюда. Сняли себе вещи, бросили, там, пока покушали, пока свои дела сделали. Это все вот реально, я вам показываю, валялась. То есть, был бы какой-нибудь стульчик, да, такой, мы бы повесили эти вещи, я не знаю. Ну, в общем, надо это быстренько все убирать. Будем наводить везде порядок. Постараюсь показать во всей квартире. Ариша будет помогать, да? Ты же нормально себя чувствуешь? Будет помогать. Все, поехали. Ну что, приступаем к уборке. Ариша мне решила тоже помогать. Она себя чувствует очень хорошо, но к вечеру вот у нее все равно поднимается температура. Но сейчас, слава богу, все нормально. Так, мы с ней решили сейчас убрать вещи. Там стояла зеленая ведерко. Это вот у нее была рвота. Она плохо себя чувствовала. И я оставила на всякий случай, чтобы вдруг она не успеет добежать до туалета. У нас вот такой страшный стол. Клеенку я ту выкинула. Нужно будет поехать на рынок купить, потому что нету, к сожалению, рядом поблизости таких магазинов, где продается клеенка. И для общего вида постелила обычную скатерть. Обычно я ее стелю, глажу и стелю, когда гости приходят. Ну вот я ее так постелила. Извините, что она мятая. Вот так вот. Так, все постельное я решила постирать. Сейчас поменяю. Нужно будет скоро нам почистить диван. Я просто весь ссор щеткой смахнула. И теперь застилаю чистое постельное белье. Диван складывать не стала, потому что уже вечер. Скоро нам ложится спать. И я смысла не вижу в том, чтобы заправлять диван. Обычно он у нас всегда в разложенном виде. А также, кто впервые на моем канале, хочу напомнить, что у нас нет конкретно постельного белья. Да, там, допустим, набора постельного белья. У нас все такое разноплановое. Наволочки отдельно, пододеяльники один. А вот пододеяльников, к сожалению, у нас нет на наши два одеяла с мужем. И мы пользуемся ими так. Поэтому одно только есть, один пододеяльник. Но приходится очень часто стирать. Наверное, раз в две недели стираю одеяло. И тут я немножко тоже в шкафу решила убрать. Полотенца, к сожалению, некуда сложить. Пока лежат здесь. В квартире очень мало места. Очень мало мест для хранения. Вещей много. Поэтому пришлось положить сюда. Как бы под рукой всегда. Нам пока удобно. И вот здесь стоит еще молотбук у нас. Какие-то сумки еще другие. И вот этот короб в фикс прайсе, который я покупала. Там лежат шапки, шарфики и теплые такие штаны на улицу. Кто в первый раз на моем канале, я прошу не удивляйтесь, да, что я не глажу постельные какие-то вещи. Мы гладим вещи обычно перед выходом. Если нужна там рубашка или футболка. Все, я глажу. Мы выходим, да, куда-то идем. Постельное белье, какие-то там, вот, допустим, те же самые. Ту же самую скатерть я не глажу. Потому что, ну, во-первых, мне действительно лень. А во-вторых, у меня нет хорошего утюга. Было бы там, допустим, хороший паровой утек. Было бы, было бы, куда ставить эту гладильную доску. Я бы с удовольствием, наверное, гладила. Ну, а постельное белье нету, не вижу смысла гладить. Вы сейчас заметили, как я картошку, да, с мешка перекладывала в ящик. Почему у меня картошка хранится здесь? Потому что мы покупали осенью два мешка картошки. И картошка стала пропадать, потому что в квартире жарко. Я приняла решение такое, что мы больше не будем покупать в мешках. Мы будем чисто по факту покупать. И вот нужна, закончилась, быстренько пошли, купили и в холодильник убрали. А вот где балконная дверь, это единственное место, где картошка более-менее хорошо хранится. Там прохладно, там немножко поддувает из-под двери. Поэтому я картошку хранила там. И вот это вот этот мешок у меня там стоял ужасный. Вообще нам бы сделать, конечно, пластиковый балкон, немножко утеплить его. И можно, в принципе, покупать мешками картошку и много заготовок каких-то дел, чтобы все это было где хранить. Комод у нас такая горячая точка, где собирается весь хлам, весь мусор. Приходим, ставим такая вот открытая точка, на которой собирается бардак. Вот сейчас дети болеют, лекарства стоят. Комод сломанный, как вы видите. Ну все, порядок навели. Тут пока лекарства так и будет. Расчески все помою на место, уберу. Елку 10 числа будем убирать. Так, завтра нужно будет еще все цветочки полить. Дорожку я вот так складываю. Кроссовки, там которых я бегаю, я не убираю. Пол буду еще раз мыть, девчонки, когда в спальне в детской приведу, порядок. Ну и вот так вот. Вот эти вот подушки. Это вот когда я диван складываю, я эти подушки ставлю. А так уже вечер. Видите, вечер. Значит, смысл диван складывать, если мы сейчас скоро спать будем. Так, поменяла все. Чистенькая, свеженькая. Скатерть я тоже. Это вообще обычно, когда гости приходят. А так как стол страшный, я его застелила. А вообще нужно будет скоро уже пойти купить скатерть. Ту я выкинула. Ну и все, вот так вот. Вот, в принципе, да, лучше, конечно, сделать ремонт. Тут хоть убирайся, не убирайся, я не знаю. Или расширяться нам, потому что вот какие-то вещи, да, просто их просто некуда убрать. И вот они вот так вот на виду стоят. Вот эти вот куча мониторов, которые, в принципе, один нужен. Вот два просто стоят ненужные. Также эта сушилка вот на виду у всех стоит. Ну, вот так вот. Блины не стала убирать. Видите, сейчас придет, он будет заниматься. Поэтому я не стала убирать все. Вот так. Теперь я вас приглашаю в ванную комнату. Будем здесь наводить порядок. Если вам что-то не видно где-то, я прошу прощения. В ванной комнате очень мало места, поэтому, ну, просто никуда, нереально поставить как-то удобно камеру. У меня закончились все моющие средства. Осталась только белизна. Но мне подписчица в комментариях написала, что пластик и такое все нельзя мыть белизной. Обычно я все мою белизной, да, там подоконники. Да вообще все. Оказывается, нельзя, потому что он портит поверхность. Я думаю, что вот моя акриловая ванна из-за вот этих гелей, всяких белизна, гель же вот эта есть, слишком пожелтела, испортилась. И теперь нужно будет менять. Но что ж поделаешь, я об этом не знала. Для акриловых ванн, конечно, продаются специальные средства. Но теперь нужно будет все это менять. Поэтому я обычным порошком помыла ванную. Кстати, у меня тряпка одна на все случаи жизни. Вот эта вот фиолетовая я и пыль вытираю, и поверхность. Ну, единственное, вот унитаз я мою там либо губкой, либо еще у меня тряпочка одна есть. Не обращайте внимания, вот этому шкафчику уже очень много лет, поэтому он в таком уже состоянии. Где-то что-то разбухло, внутри краска вся пожелтела. Это не грязь, это просто не отмывается. Желтые вот эти пятна. Но я достаточно часто, наверное, мою. Как вот только я в ванной убираю, сразу мою вот этот шкафчик. Но, к сожалению, все это уже настолько старое, непригодное, поэтому оно все в таком виде. Раковину. Вот я мою белизной. Гель-белизна у меня есть в фикс-расе, покупаю. Вот у меня есть такая щетка большая, я ею мою раковину. И также зубной щеткой. Я специально выделила зубную щетку для таких целей, для труднодоступных мест. Ну давайте, показываю вам. Убралась, пол мыла хорошо. Я во всех уголках просто тряпочкой помыла руками. А так поверхность нашла шваброй. Ну тут вся химия у меня, которой я пользуюсь. Я убрала наверх, потому что Вова, он же маленький, мало ли что. Он сюда не достает и, в принципе, нормально. Ну там порошок, но он тоже не сможет эту банку открыть. Мыло хозяйственное. Ничего страшного, он руки не берет. Так, вот эта штучка у меня раньше висела вот здесь. И вот здесь вот эта штучка отвалилась. Нужно будет приклеить и на место повесить. И будет этот, туалетная бумага здесь у меня, короче, будет стоять. А так, все помыла. Ой, извиняюсь, батарейка садится. Все помыла. Вот эта красная штучка, Ариша пользуется, на унитаз ходит. А Вова будет здесь теперь на горшок ходить. Раньше в комнате стоял горшок. Все, порядок навела. Тут вот духи мои витины, вот эта маска. Я ее просто, она красивая баночка, стоит туда. Так бы я могла его внутрь убрать. Ну и здесь вот все средства по уходу. Шампуни. Мои бюджетные шампуни закончились. Я добиваю вот этот профессиональный. Покупали еще его летом. Шампунь и бальзам там совсем чуть-чуть осталось. Надо закончить и купить новый. Расчески помочатся вот так вот в горячей воде, в мыльной воде. И потом я буду хорошенько зубочисткой убирать волосы. Потом сполосну все это. Все, ну тут в принципе нормально все. Единственное, вот что нам бы хотелось бы мне. Хочу очень поменять вот эту ванну. Она как акриловая или как она съемная. Ее можно снять, купить новую и поставить. Потому что она уже такая желтая. Камера не передает вот ту желтизну, которая есть на самом деле. Вот такие сильные вот эти вот. Видите, это не грязь, это вот она потрескалась вся. Так, ну это стульчик. Детки зубки чистят, встают на стульчик, чистят зубы. Все, порядок. Так, и вот на кухне посудомойку одну партию загрузила. Немножко тут осталось. Надо будет домыть сковородка, вот эти контейнера и там еще доски. Вон та посуда чистая. Все, здесь в принципе ничего больше не надо. Пол протереть. Поверхности я там недавно убирала. И все, пол протру. И буду готовить уже ужин. Посудомоечная машина меня очень выручает. Пришел, загрузил, ушел и свободен. Вот немножко тут домыть и все. И очень удобно, кстати, раковина. Ты помыл и вот посуда сейчас стекает. Потом раз, убрал и все. Красота. Не надо никакие тряпочки, ничего подстеливать. Очень удобно. Так, ладно, сейчас будем готовить плов. Заранее скажу, что он у меня получился как каша. Он всегда у меня такой получается. Но я вам покажу, как я готовлю, с какого риса. Вот у меня два бедрышка. Я их режу, косточки не выбрасываю. Только кожу снимаю. Одна большая луковица и одна морковка большая. Я ее режу напополам. Половину нарезаю тонкими полосками. И остальную половину натираю на крупной терке. Здесь у меня в большой кастрюле я поставила варить компот. Это сушеные яблоки и немножко добавила замороженной смородины для кислинки. И когда закипит, добавлю 3 столовые ложки сахара. И потом это все кипит минут 5-10. И я выключаю. Так, вот мясо. Сейчас, ну, мало, да, мало. Но я экономлю мясо. Вообще немножко добавила. Потом лук, потом морковку. И рис. Смотрите, какой у меня рис. Я вот три вот таких добавила в бокала, стакана. Сейчас буду раз 10-15, наверное, промывать. Он вот обычный, это барракат. Если я не ошибаюсь, мы его давно брали. Давно уже плов не готовила. Вот такой белый, никакой не пропаренный, не длиннозерный обычный. И потом это все кипятком дело заливаю. Алиса, в топ. Так, вот, добавила лук. Немножко морковка попала. Ничего страшного, сейчас минуты 3-4 пожарится. Потом уже буду остальное добавлять. Так, ну все, у меня почти морковка мягкая стала. Можно уже добавлять рис. Так, рис я хорошо промыла раз 20, наверное. Все равно вода мутная, но я очень хорошо прямо так мыла ее, его рис этот. Ладно, что получится, то получится. Ну, покажу вам в действительности, как есть. И сейчас поспицим тоже. Так, у меня рис. Ой, рис, у меня этот компот сейчас закипит. Добавлю 3 ложки столовой сахара. И минут 15 покипит и буду выключать. Здесь это у меня, получается, сушеные яблоки и замороженная смородина. Я кинула немножко, так, для кислинки. Все, добавляю рис, соль, перец черный, чеснок, куркуму для цвета, горячую воду. Все хорошо перемешиваю, ставлю, пока на большом огне закипит, потом на медленный огонь. По времени не ориентируюсь, как выкипит вода, выключаю. Так, уже прошло достаточно много времени, мы даже уже покушали плов. Давайте я вам покажу. Вот, он, девчонки, получился как каша у меня, как всегда. Бывают, конечно, что редко такие случаи, что вот он рассыпчатый. Хотя из того же риса делаю, не знаю, с чем это связано. Раньше, когда вот просто засыпало рис, когда просто засыпало рис и воду наливало и не перемешивало, то вообще просто была каша. А сейчас более-менее рассыпчатый такой, более-менее, но это не идеальный, это вот как каша. Но он реально вкусный, мы едим. А вот такие рисы, как, типа, пропаренные, вот эти вот прозрачные, они это, они как пластиковые. Мне вот не нравится их вкус. А этот такой вкусный, но, правда, пловом назвать это нельзя. Ну и в завершении ролика я вам покажу, как я чищу свои расчески. В горячей воде, в мыльной воде они полежали. Теперь я вот так, таким способом, зубочисткой достаю все волосы. И по хорошему счету, можно вообще зубной щеткой их помыть, но у меня отдельной там для них зубной щетки нету, надо выделить и хорошенечко все промыть. А так я пока вот мыльной водой, обычным жидким мылом и руками все это хорошо мою, промываю. И оставляю на ночь высохнуть. Все, уже следующий день. Вот расчески чистые, нет, новые волосинки, все. Вот эту самую тяжелую чистить, расческу, и вообще каждый день мыть. И тут еще, ну, я каждый день вот этой расчесываюсь. Это моя вот расческа. В экспрессе покупали. Это от NGVD, если я не ошибаюсь, это дочка и расчесывается. И вот это я тоже иногда, нет, нет, расчесываюсь. Еще убираю вот сюда. Все. И вот так вот. Продолжение следует...